Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Рудая. Сегодня у нас в гостях Алексей Александрович Зимин, начальник управления образованием и молодежной политики администрации города Рязани. Алексей Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Начинается запись в первый класс для школьников. А как это все будет происходить? Какие возможности есть тут для родителей? Ну, порядок записи в первый класс наш школ действует уже не первый год. И прием заявлений в первый класс школы города Рязани на 19-20 учебные годы принципиальных каких-то изменений не претерпел. У родителей есть два варианта подачи документов для зачисления своего ребенка в первые классы наших школ. Это, в первое, через сайт «Единый портал государственных услуг» и, в второе, непосредственно муниципальное учреждение. В любом случае, и в том, и в другом случае, все документы и все данные о заявителе попадают в единую информационную систему. Скажите, пожалуйста, вот 1 февраля в 9 часов запись открыта. А записаться можно будет до которого числа и принести документы? 1 февраля в 9 утра начинается запись. Запись в первые классы продолжается, соответственно, до 5 сентября. Документы можно будет подать в любое время. До 1 июля зачисляются те дети, которые прописаны на территориях, закрепленных за образовательными учреждениями. После 1 июля текущего года, соответственно, будут зачисляться дети, которые не закреплены, не прописаны на той территории, которая закреплена за данным образовательным учреждением. То есть такая возможность тоже есть для родителей, да? Выбрали школу, которая нравится, находится в другом районе. Да, при условии наличия в нем свободных мест они могут быть зачислены, в том числе и не по прописке. Скажите, пожалуйста, вот есть какая-то статистика, как чаще сейчас родители, вот что выбирают, госуслуги или же по старинке идут в школу? Ну, как правило, сейчас все больше родители выбирают подачу заявлений через единый портал государственных услуг, так как в любом случае документы попадают в базу, в единую базу, но подавая документы через единый портал государственных услуг, есть шанс, что ваша очередь, которая в дальнейшем будет тоже учитываться при зачислении в образовательные учреждения, будет чуть выше, чем у тех, кто пойдет просто в образовательные учреждения подавать документы. Ну, здесь просто время выигрывает человек, да? Да, просто выигрывает время, если он подал, а в школу нужно будет приносить документы в любом случае. То есть это из, как бы, двухэтапный процесс. Сначала регистрация на сайте госуслуг, а затем необходимо тот же пакет документов принести в школу, то есть в оригиналы. Свидетельство о рождении, подтверждение прописки. Если вы прописаны на этой территории. И, соответственно, оригинал свидетельства о рождении, если вы не прописаны на этой территории. В любом случае, эти документы нужно будет принести в школу. В школе вам дают расписку о том, что ваши документы получены. И в течение семи дней после предоставления подтверждающих документов в образовательные учреждения, подчеркиваю, если вы прописаны на территории, закрепленной за школой, будет издан приказ о вашем зачислении в первый класс. Алексей Александрович, по поводу прописки. Вот очень важный вопрос. Сейчас город у нас строится, домов появляется все больше. Но вот бывает такая ситуация, что родители, люди купили квартиру, но пока еще не успели там прописаться, не успели там. Ну вот есть документы о купле-продаже или о покупке квартиры. Ребенок в таком случае считается кем? Проживающим на данной территории или вот тем, кто будет уже потом зачисляться? Конечно же, формально он не считается ребенком, прописанным на закрепленной за школой территории. Но в таких случаях мы всегда индивидуально подходим к ситуации. И у директоров школ есть четкое понимание, что если этот дом действительно будет скоро вводиться, и семья, купив там квартиру, будет там через какой-то определенный промежуток времени прописана, мы всегда стараемся при наличии возможности зачислять таких детей в те учреждения, где они в дальнейшем будут проживать. Скажите, пожалуйста, а вот есть какое-то примерное общее число первоклассников, которые ожидается принять в школы города? Да, в этом году мы ожидаем порядка 6 тысяч первоклассников. С каждым годом их число растет в среднем где-то на 500 человек. И в этом году мы ожидаем около 6 тысяч. Но сразу же хочу сказать о том, что количество мест в образовательных учреждениях города Рязани способно принять всех желающих первоклассников нашего города. Это замечательно. А сколько школ у нас работает? Школ у нас сейчас работает 68. То есть это практически более чем по 100 человек в каждую школу? В среднем, да. Конечно же, нельзя говорить о равномерном распределении первоклассников и, в принципе, учащихся в школах города Рязани. Есть районы с более развитой инфраструктурой, да, и спальные районы, где идет активная застройка. Там, конечно же, востребованность школ достаточно большая. Пример нашей новой 75-й школы, где на сегодняшний день до 10 первых классов планируется набирать. Есть школы менее востребованные, например, 29-я, 32-я школы, где по одному первому классу набирается. Ну да, такой разброс достаточно серьезный. Раз уж мы затронули вопрос новых школ, 75-й, действительно, это школа передовая, с самыми новыми какими-то технологиями, действительно, там удобно учиться и первоклассникам, и одиннадцатиклассникам, то есть вообще всем, в принципе, детишкам. Но, а еще какие-то школы у нас будут строить, создаваться в эксплуатации? Да, ближайшие перспективы это школа в Роще Наполетаева, аналогичная школа по проекту, как и 75-я. Срок ее сдачи это 2020 год, сейчас ведется активное строительство, уже у некоторых блоков вышли на второй этаж. Это действительно будет также самая современная школа, аналогичная 75-я, оснащенная по последним требованиям в сфере образования и в соответствии с теми веяниями инновационных технологий, которые сейчас используются в образовательном процессе. Когда ее уже откроют? Когда дети смогут там учиться? Ну, проектная дата открытия это 2020 год. Я думаю, что с 1 сентября 2020 года мы будем открывать уже прием. Вернее, дети пойдут 1 сентября 2020 года, пойдут в новую школу. Раньше, вот я помню, что даже когда мы шли в школу, не было строгих критериев, что ребенок должен читать уметь или писать, или знать английский алфавит. Вот сейчас какие-то такие критерии есть? Потому что все чаще мы видим, что родители переживают очень по этому поводу, отдают всякие развивайки своих детишек. Ну, конечно же, критериев отбора в первый класс в наших образовательных учреждениях нет, и их не может быть по закону, но мы прекрасно понимаем, почему родители, скажем так, беспокоятся или болеют душой за своего ребенка. Они хотят, чтобы уровень был не хуже, чем у других. Но мы сейчас видим, что достаточно активно и в дошкольных образовательных учреждениях ведутся образовательные программы, которые позволяют детям, приходя в школу, уже действительно уметь читать, считать, и какие-то базовые навыки у них уже есть. И поэтому, наверное, родители пытаются подтягивать своих ребят, своих детей до какого-то уровня, ну, чтобы не быть хуже других. Но каких-то требований или критериев для того, чтобы пойти в первый класс, возьмут, не возьмут, конечно же, такого нет. Просто разные уровни, и классы, соответственно, комплектуются, исходя из того, какой уровень развития ребенка есть. Как правило, детей посильнее, их в один класс собирают поменьше, те, которые знают, их в другой класс. Но это связано, опять же, с тем, чтобы позволить образовательному учреждению применять те образовательные программы, может быть, адаптировать их под определенный уровень детей, которые к ним пришли в первый класс. Вот образовательная программа тоже, это вопрос очень важный. Мы знаем прекрасно, что вот за последние десятилетия не один раз менялись программы образовательные. Вот как сейчас обстоят дела? На чем основывается учитель первого класса, когда вот ведет уроки? Есть федеральные государственные образовательные стандарты, которые регламентируют все образовательные программы в наших учреждениях. И, соответственно, любой учитель, он разрабатывает свои учебные планы на основе требований этих стандартов. И, как правило, во всех школах реализация этих образовательных стандартов, она обязательно. Отличие заключается исключительно в том, что у каждого педагога есть свой подход, и они, реализуя ту или иную программу, подкрепляют ее уже своим каким-то педагогическим мастерством. То есть поле для творчества все-таки остается? Конечно, конечно. По поводу учебников. Есть какие-то единые, которые педагоги обязаны использовать? Или здесь тоже все-таки для творчества поле? Ну, наверное, широкого поля для творчества здесь нет. Есть определенный рекомендованный список министерством тех учебников, которые рекомендованы. В рамках этого списка школа и педагог, они, соответственно, могут варьировать выбор учебников по той или иной дисциплине. Но, как правило, образовательные учреждения, руководствуясь этим перечнем рекомендованным, закупают литературу для своих образовательных учреждений. На сегодняшний день у нас нет какого-то дефицита в части обеспеченности учебниками в наших образовательных учреждениях. То есть детишки получают бесплатно все учебники? Алексей Александрович, вот еще один такой очень важный вопрос. Вот школьники, которые сдали ЕГЭ, имеют право и могут подавать документы, рассылать в несколько вузов. Вот у первоклассников есть такая возможность у родителей подать заявление сразу в несколько школ, а потом уже выбирать? Ну, выбирать нет. Они имеют возможность подать только в одну школу документы. В случае, если они не попадают или не зачисляются в эту школу, то они могут подать документы в другую школу. Но в любом случае они должны определиться с образовательным учреждением изначально. При условии не попадания в какое-то конкретное образовательное учреждение данному ребенку в обязательном порядке будет предоставлено место в первом классе другого образовательного учреждения, где вакантные места в первых классах есть. То есть это даже при условии, если человек прописан на данной территории? Да, даже если он прописан. Конечно. То есть у нас есть образовательное учреждение, где количество детей по закрепленной территории превышает количество возможностей, то есть количество детей в классах, которые набирает данное образовательное учреждение. И уже большего количества классов оно набрать не может по своим конструктивным особенностям. То есть просто нет физических кабинетов. Поэтому мы вынуждены направлять детей даже по закрепленной за данной школой территории в другие образовательные учреждения. А когда родители могут узнать о том, что вот их ребенок не был зачислен? Это уже вот только 1 июля получается? В процессе нет. Зачисление идет, как я уже вам сказал, в течение 7 дней после подачи оригиналов документов в школу ребенок должен быть зачислен в образовательное учреждение. Как только набор в образовательное учреждение завершается, то есть укомплектовано то количество классов, которое было запланировано, школа, соответственно, вывешивает информацию о том, что набор в первые классы завершен, комплектование первых классов завершено. Все места, которые были выделены на данный учебный год, исчерпаны. То есть на них зачислены дети. В этом случае уже родитель может искать вариант обращаться в управление образования или самостоятельно выбрать школу альтернативную, в которую он бы хотел пойти, или прийти в управление образования. И мы предложим им вариант с образовательными учреждениями, близлежащими, куда бы он мог пойти, где есть вакантные места. А если вдруг действительно такое случилось, вы говорите, можно прийти в управление образования. Вот расскажите родителям, куда, по какому телефону обращаться. С удовольствием. Управление образования находится на улице Ленина, 45А, в кабинет 307, телефон 25-064-47. 25-64-47. Это специалист, который занимается комплектованием первых классов в управлении образования. Вы можете как по телефону получить консультацию, так и придя в управление и, соответственно, получить эту консультацию очно. Еще один вопрос тоже важный. Какие документы нужно подавать? Но, наверное, родители, которые готовятся, уже знают эту информацию. Давайте все-таки напомним. Как я уже сказал, для детей, которые прописаны на закрепленной за школой территории, необходимо предоставить свидетельство о рождении и документ, подтверждающий прописку данного ребенка на этой территории. В случае, если ребенок не прописан на данной территории, то, соответственно, предоставляется только свидетельство о рождении. Алексей Александрович, спасибо большое, что пришли и к нам ответили на вопросы. Спасибо вам. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова